Музыка Компания ФосАгро ЮНЕСКО и Международный союз теоретической и прикладной химии объявили результаты шестого конкурса «Зеленая химия для жизни». Поддержку по грантовой программе получили семь молодых химиков. Среди них научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты Галина Калашникова. Галина и ее команда разработали технологию, благодаря которой можно получить из побочных продуктов металлургических и перерабатывающих предприятий аналоги дорогостоящих материалов титаносиликатов. Из них можно делать высокотехнологичные изделия для поглощения токсичных и опасных для здоровья веществ. Галина, расскажите, с какими эмоциями узнали, что победили в конкурсе? Ну, мы очень обрадовались, это как-то очень такой престижный конкурс, поэтому, конечно, наша команда вся была очень рада, что мы получили дополнительную поддержку. Ну, и когда я прочитала, сначала думаю, ух ты, что, ну, здорово, что мы выиграли в этом конкурсе. Ну, я, конечно, еще раз вас поздравляю, а теперь вот если простыми словами, да, вот как вы сказали, если попытаться объяснить своей маме, о чем ваш проект? Наш проект заключается в том, что мы получаем различные вещества, которые обладают очень интересными свойствами для извлечения тяжелых цветных металлов. Они выступают в качестве, ну, консерваторов. Галина, расскажите, как вы пришли к этому проекту, как вообще стали заниматься титаносиликатами? Ну, я стала заниматься титаносиликатами и этим направлением благодаря моему руководителю, и даже не одному руководителю, а руководителю разных лабораторий. Это и заведующему лаборатории геологов, это и унику Григорию Юрьевичу, ему отдельная особенная благодарность, что он у нас был двигателем прогресса в этом направлении, и он один из первооткрывателей тех минералов, аналоги которых мы стараемся получить. Сначала моя работа заключалась в изучении природных соединений, природных кристаллов, которые у нас здесь в Хибинах, но обнаружены. Вот, а потом потихонечку работа стала переходить уже в получение именно синтетического материала, поскольку данных кристаллов, которые мы изучаем, именно природных, их очень мало в природе, то есть это буквально несколько образцов, их нельзя получать килограммами из природы, извлекать, добывать. Вот, поэтому вот задачи такие стоят, что, например, мы находим очень интересный минерал, изучаем его свойства, понимаем, что да, он перспективен для той или иной области, то есть, например, вот как для сорбции, для излечения вредных веществ из окружающей среды, но его, к сожалению, в природе очень мало. И поэтому первостепенная задача химика – это синтезировать данное вещество. То есть сделать аналог? Сделать аналог, да, который мы могли бы получать уже вот килограммами, и использовать его вот уже непосредственно для производства. Расскажите, пожалуйста, сколько времени ушло на подготовку проекта для того, чтобы поучаствовать в конкурсе «Зеленая химия»? Ну, около 10 лет, да, ну, даже более 10 лет получается, да, потому что это очень просто кропотливый труд, и ни одного ученого большой команды. Галина, расскажите, пожалуйста, в каких условиях работают ученые Кольского научного центра, как раз, вот непосредственно ваш центр, сколько лабораторий? У нас 5 лабораторий, с которыми мы непосредственно работаем. Это лаборатория физических методов анализа, то есть это там, где снимают рентген, инфракрасные спектры, лаборатория, где мы можем посмотреть наше вещество под микроскопом, под электронным, под обычным микроскопом. Там лаборатория, где как раз-таки происходят все превращения с веществом, где мы ставим свои эксперименты. И лаборатория, которая занимается анализом составов растворов, те, которые мы обрабатываем. И также лаборатория, которая у нас находится дистанционно, но в которой часть наших сотрудников работает. Это лаборатория в Санкт-Петербургском государственном университете. Он тоже заявлен в проект, то есть у нас совместная работа будет. Вот, это лаборатория тоже рентгенно-структурного анализа, как раз-таки там, где мы можем посмотреть кристаллическую структуру нашего вещества. Галина стала второй ученой из России, кто стал победителем программы «Зеленая химия для жизни». Программа была инициирована вице-президентом Российского союза химиков, заместителем председателя Совета директоров ПАО «Хосагра» Андреем Григорьевичем Гурьевым и поддержана ООН. Впервые за многолетнюю историю Дюнеско и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется на внебюджетной основе и при этом за счет российского бизнеса – компании «Хосагра». Мы до этого разговаривали про титаносиликаты, сейчас мы в лаборатории, покажите, как они выглядят, наверное. В природе они выглядят вот таким вот образом, то есть либо это могут быть достаточно крупные проявления. Это титаносиликат мурманит. Здесь, на Кольском? Да, это образец Кольского полуострова, изучением его свойств. Вот только на природном мы пока что только начали эти исследования. А вот эти титаносиликаты – это те, с которых мы уже перешли на их синтетические аналоги. То есть вот здесь в образце, например, можно видеть розовенький, да, и такой, ну, оранжево-желтый минерал. Розовый – это зарит, желтенький – это араит. Второй образец – это образец иванюкита, но здесь, я боюсь, вы его даже не увидите, потому что он показан вот стрелочкой. Сам минерал можно увидеть только под микроскопом. То есть это настолько маленький, да, это буквально несколько микрон. То есть вот, чтобы вы понимали, что вот зачерпнуть откуда-то целыми килограммами мы их не можем. Но мы можем изучить в рамках, ну, вот, лаборатории, посмотреть состав, свойства, вот, работать под микроскопом с этим веществом, ну, а дальше, да, его синтезировать, получить уже порошок вот такого вида. Аналог, да. Мы получаем в лаборатории вот такой белый порошочек, вот, и дальше уже все исследования проводим именно на порошке, но опираясь и сравнивая параллельно те результаты, которые были получены нами на природных вот этих. Собственно, в чем заключается эта цель проекта? Это то, чтобы вот этот порошок нам перевести в состояние вот таких вот гранул. Почему в гранулах удобнее? Вот, в гранулах удобнее, потому что нам, как бы, необходимо создать именно фильтр какой-то, или колонку, чтобы через нее можно было пропускать этот раствор, и чтобы наше вещество, оно не крошилось, не попадало, да, задерживало не только те вещества, которые оно способно извлекать вредные из растворов, но и чтобы оно само не смогло в дальнейшем навредить, ну, процессу, то есть оставаться в рамках этого фильтра, и вот, чтобы потом можно было с ним работать. Основная цель этих веществ, как я понял, вот очистить сточные воды? Основные вот направления, которые мы выбираем для внедрения наших вот гранулированных уже сорбентов, веществ, это направление, первое, это ликвидация жидких радиоактивных отходов, их очистка, действительно, это так. Второе, это очистка сточных вод различных предприятий от тяжелых цветных металлов, то есть мы там в этой области тоже можем применять их. Третья область, это в производстве противосудорожных препаратов, это затронута область медицины, то есть наши вещества можно применять в качестве катализаторов, это промежуточные соединения, которые ускоряют те или иные процессы. Четвертое направление, которое мы только вот начали разрабатывать и искать пути его решения, это поиск возможности применения нашего вещества в качестве основы для производства литиевых батареек. Галина, расскажите про команду, потому что такой большой проект, насколько я знаю, там несколько человек был задействован. У нас в команду входят и геологи, и минералоги, также входят кристаллографы, которые могут дать нам какие-то данные по кристаллической структуре, химики обязательно. Девять человек у нас заявлено в проекте. И также у нас еще присутствуют два эколога в проекте, то есть обязательно, чтобы специально делали мы такой состав, чтобы вот с разных сторон на проблему мы могли посмотреть и прийти к какому-то одному полезному выводу. Вечерами после научной работы Галина с дочерью Мариной ходят поддержать супруга на тренировках по хоккею на льду апатит-арены. Александр, вот он на корте в майке с 21 номером, занимается хоккеем со второго класса. Супруг Галины трудится горным мастером на Расумчорском руднике и состоит в хоккейной команде. Победой супруги гордится. Когда супруга сказала, что победила в конкурсе, вот что вы ей ответили, как это произошло, что вы ей сказали? Я был счастлив, а слов не находилось. Я был рад за нее, что она добилась таких успехов. Галина, расскажите, пожалуйста, на что потратите сумму гранта? Мы планируем купить гранулятор. Это прибор, который необходим для получения тех гранул, про которые я вам рассказывала. И мы также планируем купить прибор, который мог бы быть универсальным. Мы смогли бы дополнять наш сорбент чем-то еще, ну, не вредным, естественно, и получать надежные гранулы, которые были бы с сохраненными свойствами порошка нашего. И также фонд подразумевает, что, ну, и позволяет тратить средства, которые мы получим, на конференции, на обмен опытом, на повышение квалификации сотрудников, заявленных в проекте, и на публикацию статей. Потому что основная работа тоже научного сотрудника, вернее, одна из основных работ, это также подготовка и публикация различных статей. То есть образование? Да, конечно. И на это тоже необходимы средства различные, особенно если мы планируем выпускать наши материалы в высокорейтинговых международных журналах. Ну, вот сейчас уже прошло столько времени, уже, наверное, пришло осознание, что ваша команда стала победителем. Как ощущения? Отличные. Будем работать в течение всего года, будем стараться достичь того результата, заявленного по проекту, который мы хотим достичь. Редактор субтитров А.Семкин